Бизнес на украинских моряках. Не проходит и недели, чтобы в прессе не появлялись сообщения о наших соотечественниках, терпящих бедствия в том или ином порту. Картина, как обычно, традиционная. На судне закончились еда, топливо, а вернуться домой нет возможности. Но это уже итог заполученных рейсов, а начинается всё чинно и благородно ещё на берегу. Наш одесский корреспондент попытался разобраться, с помощью каких схем чаще всего обманывают моряков и есть ли управа на таких махинаторов. В таких условиях поддерживает только тренировка. Но это сложно сделать, когда ограничен в продуктах питания. Сухогруз в Элбек у причала Ильичевского судоремонтного завода. Здесь, в кормовой части, забаррикадировался боцман Игорь Хвостов. Сначала судовладелец не выплачивал моряку зарплату, долг уже 14 тысяч долларов, затем оставил без еды, а после и вовсе пытался выгнать судно. В ответ Игорь задраил все двери и перешёл на осадное положение. На завод журналистов не пускают, связываемся по видеочату. Вся проблема состоит в том, что из-за бедствия социально-экономического положения на Украине приходится работать у недобросовестных работодателей. И вот результат. Результат того, что моряки идут на крайние меры. Матросы, сварщики, электромеханики и повара. Число украинцев, работающих в море, за последние несколько лет резко возросло. По разным данным, колеблется от 100 до 200 тысяч. Сейчас уйти в рейсы пытаются даже те, кто всю жизнь провёл на берегу. Оно и понятно. Ежемесячный оклад контрактников от 1000 до 10 тысяч долларов. И, конечно, вот это колоссальное количество людей, которые находятся в активном поиске работы, ну и вынуждает к тому, что появляются эти схемы мошеннические, и огромное количество моряков тоже попадает в их сети. На иностранные корабли моряки трудоустраиваются с помощью крюинговых агентств. От английского слова «crueing» – набор экипажа. Но жертвами мошенников часто становятся, даже не переступив их порога. Так обманули Дмитрия Кузьмича из Донецкой области. Своё резюме моторист разместил на сайтах. Ему тут же позвонила посредник, некая Ольга. За трудоустройство на хорошее судно Дмитрий отдал женщине 3600 долларов. И мошенница исчезла. По её словам, они берут деньги для того, чтобы отнести директору и договориться о трудоустройстве. А в итоге, ну, в итоге получается, что ничего они не делают, никуда они ничего не передают. Конечно, хочется наказать. Ну, больше бы хотелось сначала вернуть своего. Моряков, обманутых по такой схеме, в Украине сотни. На днях пострадавшие написали заявление в полицию и обратились к правозащитникам. Те говорят, фамилии всех мошенниц в Одессе известны уже несколько лет. Но аферы по-прежнему процветают. Та же Ольга недавно отделалась штрафом в 10 тысяч гривен. Но, скорее всего, это связано с тем, что следователи не должным образом проводят досудебные расследования и не заинтересованы в открытии этих производств. Поэтому мы обращаем внимание руководству нацполиции на ту плачевную ситуацию, которая происходит в Одессе. Но нечистыми на руку регулярно оказываются и сами крюинговые агентства. Михаил Новиков больше года провел на судне «Фринептьюн» у берегов Омана. Судовладелец объявил себя банкротом и бросил экипаж на произвол судьбы без зарплаты и еды. В Украину удалось вернуться пока только части моряков. И то после того, как объявили голодовку, а фотографии попали в СМИ. Мы написали, что это голодающий страйк. Верните наши зарплаты, верните нас домой. И сшивали между собой простыни свои и краской наносили, вот это все писали. Теперь в своих бедах моряк обвиняет в том числе и крюинговое агентство. Дескать, там знали, что у судовладельца финансовые проблемы, но намеренно скрыли эту информацию. До этого три смены экипажа было без зарплаты. При этом говорили, что все нормально, не волнуйтесь. На самом деле мы не получили ничего, кроме лжи, вранья и постоянных обещаний. В агентстве разводят руками. Мол, для них банкротство судовладельца стало неожиданностью. Господин Новиков подписал все необходимые бумаги, когда он уходил в рейс. У нас все это есть. Если господин Новиков настроен негативно, он может отправить в суд на нас. То есть все легальные методы, пути для него открыты. В морских профсоюзах признают зачастую именно серые схемы крюинга. Причина того, что украинцы сотнями томятся в иностранных тюрьмах и портах. По закону крюинговые агентства обязаны предоставлять морякам достоверную информацию о работодателях. Если не делают этого, министерство соцполитики вправе отобрать у них лицензию. Правда, для этого нужно проверять такие агентства. А этого сейчас никто не делает. Мы не говорим, что сейчас надо побежать и позакрывать половину крюингов в Одессе. Но мы говорим о том, что если есть жалоба официальная от моряка, к такому крюингу надо идти, проверять и задавать вопросы. В Минсоцполитике отвечают на плановые проверки в стране мораторий. Но признают, контроль над такими посредниками необходимо усиливать. И в Верховной Раде, дескать, уже зарегистрирован соответствующий законопроект. Пока же проверять крюинговые агентства могут точечно, после обращения пострадавших. А через несколько месяцев, как ожидается, в Украине начнут работать информационные офисы, в которых моряки смогут проверить сведения о работодателях. Это инициатива почетного консула Греции Пантелеймона Бумбураса. По его словам, сейчас в Греции работает до 15 тысяч украинских моряков. Ежегодно они приносят государству 200 миллионов долларов чистого дохода. Поэтому и Украине нужно позаботиться о людях этой профессии и защитить их труд. Я разговаривал с директором всех офисов в Одессе, что-то мы придумали, что сделаем что-нибудь, которое спасает все моряки и все проблемы. Если, не дай бог, в другой раз что-то будет уже готовый механизм, что мы не ждем один год, что начинаем работу. Я вижу перспективу, если реально хочет, например, Министерство Украины, работает Министерство Греции, увеличивает количество моряки, это будет хорошо для Украины. Кроме того, чтобы не стать жертвами мошенников или недобросовестных компаний, моряки могут обращаться в различные профсоюзные, правозащитные и благотворительные морские организации. Их контакты легко найти в интернете. Андрей Анастасов, Богдан Вербицкий, Игорь Михоношин. Подробности недели. Телеканал Интер.